Приветствую вас на своём канале. В этом видео вы увидите взлёт Японской империи с использованием авиации флота. На дворе 1936 год. Японская империя только-только отходит изоляции и уже победила Россию с Китаем в маленьких победоносных войнах. Главная задача для империи состоит в укреплении милитаристского духа, дабы начать вторжение Китая. В этот раз последняя. Поэтому премьер-министр Японии Хидеки Тадзё начал программу по реформированию армии и флота, а также взял фокус на духовную мобилизацию. Внимательно рассмотрев прилежащую политическую карту Европы, Тадзё нашёл прекрасную возможность в Испании найти тот самый опыт, в котором нуждалась империя. Используя Змеиных Камикадзе, националистическое претельство Каудилио Франциско Франко довольно в краткие и быстрые сроки сможете обеспечить быструю и уверенную победу, примерно за один год. Генштаб Японии получил от этого отличную выгоду. Новые реформированные бойцы теперь готовы на себе ответный удар, возвращаясь с Сибирийских гор. Он начался сзади на мосту Марка Пола, который знал за собой начало Великой Азиатской войны. Великой Азиатской войны Великой Азиатской войны Японская армия наносила уверенно удар за ударом. С помощью различных решений, доступных Японии, генерал-иссерт империадарской армии выдавал самые жестокие и самоубийственные атаки, дабы японская Сокура процветала над Восточной Азией. Итогом Великой Азиатской войны стало разделение Китая между различными коллаборационистскими правительствами. Везде то, что империалисты, проигрывая второй Вельфкрик, империя нанесла ответный удар и захватила все Тихоокеанские владения империалистов. И после падения СССР и сброс атомной бобы на Пэрел Харпер, во всем мире царит новый мировой порядок. Япония сразу же разорвала все идеологические связи с Альянсом АСИ, дабы никогда больше не сотрудничать с новыми гегемонами Европы. Теперь все страны Восточной Азии работают активно на японскую военную машину. Они производят товары, одежду и еду для азиатского гиганта. Но видя все это, Гао Цзун Ву, коллаборационист-рефармист из Китая, находят в сотрудничестве с Японией выгоду, которая способствует модернизации Китая. Сейчас 1962 год. С момента победы прошло 20 лет, а на Гавайях активен ядерный кризис. Несмотря на то, что премьер-министр Японии смог мирно урегулировать вопрос с президентом Никсоном, он прекрасно понимает, что реваншисты из МПП захотят потушить империю восходящего солнца. На данный момент Иньо имеет самую минимальную поддержку среди народа из-за так называемого коррупционного скандала. Однако он всеми силами пытается продвинуть Японию вперед и дать ей небольшой экономический скачок, который наблюдается у Китая-дингиста. Но, к большому сожалению, реформы Иньо лишь развалили экономику. После такого провала премьер-министр подал в отставку, и Хирохито возглавил Временное правительство империи. Сейчас карточный домик под названием «Ассасия помощи трону» полностью разваливается и требует перемен с новыми выборами. На выборах победил хладнокровный адмирал-либерал Сёки Штакаки. Он обещает приведение мудрых реформ, дабы японская сфера не гнила изнутри. Прекрасно понимая всю нестабильность сферы, монгольские коммунисты были моментально подавлены, и порядок в Монголии был укреплен. Теперь сфера находится безопасности, и Сёки Штакаки предпринимает первые шаги по либерализации Японии. И первое, что он сделает, так это уничтожит коррупцию, основываясь на поддержке в авиации и флоте. Так, ты хочешь стать премьер-министром, я правильно понял? Есть несколько шагов, которые ты обязан принять, если хочешь сделать всё возможное, чтобы твое управление было успешным. Первое. Имею в себе бумажку про бюджет, инфраструктуру и антикоррупционную борьбу. Неважно, в чём заключается твоя бумажка, главное – наличие, и больше ничего. Видите ли, наши скромные государственные служащие сочли наиболее выгодным продавать свои голоса. То, что мы с вами знаем как правительство, на самом деле является аукционным зданием. Наши налоговые текут вверх и в блендер сейма, чтобы распределиться между теми политиками, чей голос наиболее важен и дорого стоит. Вам не нужно быть богатым, чтобы играть в эту игру, чтобы танцевать это фонданто. Просто используй свой второй банковский счёт, иначе известный как казначейство. Как только твои союзники будут посолены наличными, придёт время перейти к сложному. Чтобы заболучить этих людей на борт, вытащи бочку со свининой и начни передавать им наличку в административных целях. Ладно, у тебя всё ещё нет голосов. Пора сделать кое-какие одолжения. Регулирование рыболовства здесь, разведление подземных бюрократических каналов там, всё, что нужно за свой законопроект, что вам ушло. Продолжайте вклачивать его, и ничто не сможет уйти от вас. Кто это была? Спешка камеры, которую я слышал? А-а-а! Пресса на хвосте! Пора начать давать все известные вам каналы СМИ наличкой. И надеяться, что они не расскажут про то, какой вы воришка. Ваша работа в качестве администратора теперь выполнена. Как только вы сделали взяток, вам пора переходить в палату. Коррупция. Она проникла давно в наши умы, и она стала довольно привычным явлением. По мере того, как коррупция, которая Хироа и Нё так глубоко позволила разрастись, она укоренилась в нашем государственном брате. Необходимо положить конец коррупции. И я сделаю всё возможное, чтобы она больше не трогала нашу нацию. Дорогой дневник, я пошёл в столовую. Меня смущала эта имперская диета. Она меня попросту сбивала с толку. С момента того, как я стал премьер-министром, эта проблема стала ещё больше очевидной. Я, по-видимому, не могу избежать никак коррупции в парламенте. И когда я кушал в столовой, я видел странные разговоры между различными членами парламента. Они говорили на разные темы. Те, кому я сильно доверял, оказывается, были коррумпированными нелюстьями. Коррупция действительно повсюду. И я сделаю всё возможное, чтобы моё предложение приняли. Кстати, моё предложение приняли. После успешной антикоррупционной кампании премьер-министр постарается примирить все враждующие фракции Тайсо-Йо Касанкай, дабы вместе мы сотрудничали друг с другом. Найдя поддержку среди хитрого Ки-До, мы сделаем всё возможное, чтобы Япония процветала вновь. Понимая то, что все взгляды были брошены на либерала, он сделает всё возможное, чтобы избравиться от ошибок коррумпированного криптократа. Поэтому Токагин начал приступать к реформам. Его первая реформа заключается в лёгкой национализации экономики, дабы обеспечить Японии и её всей сфере небольшой экономический скачок. В это время проходит Олимпиада Токийская, на котором токийские спортсмены показали себя с блестящей стороны. Теперь пришла вторая фаза реформ. Переход на гражданскую экономику, реформа армии и уменьшение призыва, дабы японцы были более профессиональными. Ну и самое главное, свободная пресса. Исключение для каждой демократии. Сегодня я, ваш премьер-министр Японии, адмирал Токаги, сообщаю вам о том, что я принимаю закон о частичной демобилизации армии. Наша армия слишком распухла, и мы вечно живём на экономике военного времени. Проблема в том, что Япония обязана жить в мире процветания, а не вечные ванезы на истощение. В это время японские деловаты ввели борьбу за Италию. С помощью хитрых манипуляций Италия вступила в сферу сопроцветания. Император Бао-Дай трещётся, а коммунистическая партия Вьетнама в скорейшем будущем получит всю абсолютную власть. Настал третий пакет реформ. Премьер-министр сделает всё возможное, чтобы производство и исследования получили свою долю инвестиций. Он найдёт идеальный баланс, чтобы каждый человек получил своё место под солнцем. Наблюдая за успешными реформами Токаги, его движение и его крыло партии всё сильнее и сильнее укреплялось. Это означает только одно. Либеральное дело идёт вперёд. Начались ещё более радикальные реформы. Первый из них – план Накасони, благодаря которому мы начнём небольшую модернизацию и сделаем приватизацию. Джентльмены, мы проделали очень долгий путь. Мы практически вытеснили коррупцию с тёмных уголков парламента и государственной службы. Экономика более-менее восстановилась. Давайте выпьем за это сегодня вечером. Мне неприятно так говорить, но наша работа ещё не закончена. Студенты предыдущие требуют от нас большего, чем я на самом деле готов им дать. Я знал, что это взорвётся нам в лицо. Хотел бы я, чтобы они знали, как хорошо мы к ним относимся. Впрочем, мы обязаны не делать никаких ошибок. Что мы выпустили на воду, скажите мне? Так, какая-то женщина яро печатала по печатной машинке, осуждает Тайсе Йокон Кансай за то, что мы слишком умерены и игнорируем вопрос для свободы мужчины и женщин. Из-за какой-то женщины по всей Японии начались студенческие протесты. Правоохранительные органы пытались как-то успокоить народ, но он не собирался отступать. Из-за проблем в экономике и других дел, которые не тронул глаз Такайки, японцы начали протестовать. Ваша политика, ваша экономика раздула нашу империю. Вы собираетесь уничтожить нас. Я слежу за вами. Если вы постараетесь пасти на компромисс со студентами, а они принесут вам только беды, вам будет плохо. Запомните мои слова. Запомните ясно. Запомните чётко. Сейчас на либеральной прессе Японии, а особенно на Юсуки Накасоне, оказывают жестокое давление. Он обязан сделать всё возможное, лишь бы Япония стабилизировалась. Такаги, мне нужна ваша помощь. Этот человек, Киси, он достал меня. Я разблочил себя, и если я не смогу собрать осколки, предложение никогда не пройдёт через голосование. Такаги, ты можешь меня посочувствовать. Я знаю, что вы говорили, но вы мне нужны срочно. Я хочу выбросить за этой предряги. За кого вы меня принимаете, Накасоне? За маринетку? Инструмент? На карту поставлено моё премьерство. Угрожаю бизнесу, имея дело за Байцу и Керлер отсутством. Рискую я всем на рынке. Я тот, кто действительно должен прикрывать твои в этой ходке те азартные игры, на которые ты идёшь? Да и не в выступлении, часы перед камерой, только из-за того, что ты Накасоне. Я не могу продолжать убивать себя из-за ребёнка, который считает себя политиком. Вот мы видим, Накасоне возвращается. Я ожидаю, что он захочет сказать несколько слов. К сожалению, ему же была предоставлена возможность выступить встречу, и он от неё оказался. Мой дорогой друг, на босоке Кесе, к сожалению, как и во многих других вещах, переоценил остроту слов и мастерство, присущее ему. Моё предложение ни в коей мере не ослабит наш военный потенциал или эффективность нашего правительства. Цель состоит в том, чтобы сократить сдутие живота. Если у вас есть еда с гнилым ингредиентом, удаление этого ингредиента не ослабит качество еды, а то и, конечно, лучше. Ты во всём остаёшься ребёнком. Даже твои метафоры говорят о незрелости. Знаешь, за твоим фасадом, дежу пари, ты завидуешь молодости. На самом деле я знаю, что это так. Да! Да! Предложение было принято. Бюджет реформирован по линии Накасоны. У Накасоны есть возможность улыбаться перед прессой, рядом с Кида и другими членами либеральной фракции. Токаги. Я хотел бы извиниться за своё поведение. Это не подобало советнику премьер-министра. Я прошу прощения за то, что заставил вас так долго страдать из-за моей детской наивности и властных обязательств. Накасоны. Я горжусь с тобой. Накасоны! Был активирован план Накасоны. В это время по всем вооружённым силам армии флота Японской империи начал бушевать заговор Дэйли. Если Япония не сможет справиться с заговором Дэйли, она будет иметь ужасные последствия. Именно поэтому Япония в короткие сроки начнёт разоблачать культ Дэйли. Дэйли человек, который сопротивлялся японской оккупации на протяжении долгих лет. Многие считали его мёртвым, но сейчас оказывается, что он жив. С помощью манипуляции Кэмпентай Япония смогла доказать тот факт, что Дэйли на самом деле был мёртв где-то в 1950-х. Всё, Киши Токаги утверждает, что является лидером либеральной фракции Йоку Санкай и всё же его действия окрашены в цвета слепо-реакции крови благородных. С каждым днём мужчина, женщина или ребёнок всё больше лишаются будущего, в которой они могли жить свои собственные жизни. И всё из-за ярлыка неполноценности, подаренного им нашим правительством. Каждый день тысячи владенцев невинных душ, только что обрёдших сознание, насильственно лишаются своих родителей, чтобы быть массово ничтожным в огне кровожадности нашего предельства. Я призываю всех вас, добрые души, сопротивляться. Не молчите, когда происшествия свободно бросают обозначения. Жить, не заслуживая жизни, бедным и невиновным. Понимая то, что протесты никак не угомонятся, лидер либералов Сёки Шатакаги решил лично встретиться с лидером протестов. Здравствуйте. Это вы? О, здравствуйте, премьер-министр. Ваш сад просто великолепен. Спасибо, спасибо. Каковы ваши требования? Раздать права женщинам, чтобы они могли занимать политические должности, легализовать аборты и улучшить социальную защиту всего японского населения. Хорошо. Я принимаю ваши требования. Это всё? Да, это всё. Хорошо. Премьер-министр, что вы делаете? Это нарушение наших глубоких традиций. Что вы делаете? Почему вы не пришли на нашу имперскую национальную диету? Что с вами не так? Мы правим по-своему. Или вообще не правим. И протесты наконец-таки угомонились. Вся оппозиция разошлась по домам. Аусуки-Читакаги может наконец-таки спокойно дышать. Теперь пришло время для колониальных реформ. Электрифицируем Тайвань. Построим огромное количество железных дорог на территории Кореи и продолжим японизацию по всей империи. Северное Борнео. Администрация находится в плохом положении. Распускать. Подписано премьер-министра. В это время ударил нефтяной кризис. И Япония сделает все возможное, чтобы поддержать лояльные итальянские фракции на Ближнем Востоке. Исёки-Читакаги вошел в японскую историю как человек, который либеризовал загнивающую империю и дал ей небольшой скачок. Параллельно с этим Япония наконец-таки восстановила демаллитические отношения с Германией Гельмута Шмидта. Но это не означало то, что во всем мире дела идут спокойно. Россия тем временем имела разные связи с Японией. Первая Адра Дзевского, который дал выгодные ресурсы в обмен на ненужный клочок земли. Вторая от Дингистой Агоды, который в обмен на признание захотел с нами сотрудничать и торговаться. Третья от Покрышкина, который принял в Сибири наши иены. Четвертая от Язова, который в обмен на признание решил рассказать нам сказки о демократии с раздачей ништяков. И пятая из Радио Молчания, которая объединилась под руководством корпорации империи Сергея Табрицкого. Николай Тальберг оказался хитрым дипломатом, который смог угрызть японское и немецкое правительство, построить заводы по производству Дуки Макур с царевичем Алексеем. Но самое худшее, чего могла ждать Япония, так это президента нацистов США, а именно Франсиса Паркера Йоки, который моментально объявил войну в Японии. Конечно, японское руководство пыталось строить вторжение на американский континент, пыталось привлечь Мексику на свою сторону, а позже объявив ей войну. Конечно, японцы устраивали высадку в США, но все закончилось очевидной язерной войной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этом моменте наша империя больше не существует. Простите меня, бессмертные предки. Вот такой итог партии за реформистку Японию, в ходе которой мы провели достаточно успешные реформы, скооперировали с Айбертом Шпейером и нашли неплохих торговых партнеров.